друзья всем доброе утро добро пожаловать в новый влог сегодня 8 марта да 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 смотрите что с погодой снегопад ветер жучайше был ночью сейчас я смотрю ветра нет я вышла на улицу мы с Виталией периодически просыпались потому что думали что какое-нибудь снесло здесь забор или что-то в этом роде ну то есть было ощущение знаете что что-то там воздух поднимается но нет проснулись все хорошо ну вот такая погода ребят вот такая погода по моему ветер стихает и меня это радует потому что нам нужно в магазин мы вчера поленились купить каких-то продуктов нам нужно было мы хотели поехать в магазин поленились думаем поедем сегодня погода как бы будет нормальная какой-то так друзья ну а вот и я в общем сегодня кстати проснулась я глаз ты где-то чесанула ночью и прям он у меня так знаете подопух немножко ну бывает во сне и так внизу опять отек спустился потому что видно что-то пыталась этом почесать это как только проснулась то лицо выглядит вот так вот видите особенно этот правый глазик ну это это просто во сне во сне видно уже заживает или или что и я попыталась почесать глаз и сегодня думаю господи вот так вот аккуратно аккуратно быть пока не зажило смотрите какая мне красота еще минута хвостовства вот на улице там зима смотришь а здесь у нас вот и уже виталий сделал кофеётик и уже делает бутербродик ну что это за замечательный человек с утра всех с прошедшим смотрите у нас тут и сыр нас как бы как таковое уже еда закончилась а еще ребят смотрите на 8 марта такой подарок он всю зиму сидел не царел цветут да-да-да смотрите какая красота а в этом году уже пошли даже такие вот вот уже тостами запах тостов пошел по-моему такое вот мяско сырояреное пячество такой зерновый творог знаете полюбила очень вкусно нравится мне то ли говорит что все пальмовое масло да я смотрю да витали где-то смотрел что у нас в россии брали 100 видов творога и ни в одном по моему 100 не сказала в депутат наша депутат и сказала что лобби которая как крышует пальмовую мафию круче чем чем водочная и сигаретная по-моему да и которая что-то в этом роде табачная да то есть у нас как бы везде 100 видов видов творога брали и везде была пальма короче во всех продуктах пальма она не хотя не пишут вот нигде не написано что пальмовое масло это же мафия не говори ну и все у нас уже кофеечек друзья всем кто завтракает вам приятного аппетита мы всего все равно будем в эту погоду пробираться конечно не могу я все время выхожу и вообще удивляюсь сейчас нужно будет поздравить мам позвонить поздравить и как-то пробраться на улицу да там никто не ходит ну все мы собрались ой собрались мы магазин снег вроде бы закончился но мы на машине поедем потому что нам надо купить побольше всего наши пальчики продаем и вот мы виктори приехали которые на красный сейчас наверно здесь это тоже ажиотаж на фрукты он клубничка будет возьмем клубники обязательно то что мы точно возьмем это туалетную бумагу 8 рулонов 240 рублей почти так еще мы выбираем кондиционер для белья сейчас уже много разных появилось фирм вот такой смотри разобрали давай такой комнате возьмем все-таки выбрали мы вот такой кондиционер латайская долина 339 рублей так дальше чтобы вам не показывать уже потом весь ассортимент что мы купили ой извиняюсь вот такую вот 169 рублей решили взять ванючку две штуки кстати взяли две посмотрим как пахнет у нас пока наборчик потом расскажу сколько мы потратили денежки сушки конопляные для здоровья бездрожжевые 85 рублей берем виталий говорит лера купилась на рекламу надо давай возьмем попробуем так со скидочка увидела протеиновые печеньки вот по 59 рублей взяла последняя бомба и без сахара еще вот такую штуку одну давайте возьмем шницель из индейки такой вот такой такой 350 рублей 349 за килограмм земляника у нас 440 грамм 229 рублей сейчас если виталия какую-нибудь одну выберет мы возьмем а чё они зеленые да красными назвать давай чем-нибудь одну какую-нибудь выберем готовить не будем решили взять каринные котлеты с брокколи на 103 рубля это ли вот такую отбилную пёс 139 гречка с грибами 96 и картошка картофель жареный на 89 окно здесь праздника мы еще решили взять какой-нибудь тортик но я не знаю я вот тут творожное выбираем между думаю может просто такой сметанник взять и все мне кажется он вкусненький и еще пучку хлебушка старославянского клуба у нас на 69 рублей белый порой шут и бородина сейчас вон сколько две пачки молока молоко у нас да без крышечек 80 рублей и еще какой-то да возьмем такой а это какое-то молоко молочная культура 209 рублей стоит туши ну давай попробуем 18 18 литров 209 рублей ну давай попробуем давай тоже очень даже то долгого хранения будет будет давайте возьмем еще активию 4 штучки активе у нас по 50 рублей берем два творога вот таких вот обезжиренных по 75 рублей и сметану сметану не знаю давайте любую возьмем доброго граница вот такие вот шоколадные бананы 140 рублей возьмем попробуем мексиканская смесь 79 90 и карина спонжики я самая 120 штук 139 рублей 1 бананчиков 4 штучки взяли на 135 рублей они по 149 и вот такие вот сливы на сто семьдесят восемь рублей они по двести семьдесят еще и таких три масочки взяла не спасать девять девяносто по восемьдесят рублей тоже после ванны масочки теперь же полная корзина мне кажется у нас друзья ну все что вот мы купили это у нас вышло на 4700 рублей я же думаю вам показывать не буду потому что все я в принципе он показывал когда мы покупали друзья только что закончу тренировочку решила заниматься каждый день ежедневно вот канал не выру и все посветовала на по нему занимается в общем зайти тридцатиминутная тренировка мне реально круто очень понравилось в общем теперь заниматься можно мне после две недели после операции можно заниматься так что я решила ежедневной тренировочки возобновить потому что потому что потому что надо приводите а форму Все, вот точка. Такой челлендж для себя. Каждый день буду заниматься. Буду вам рассказывать. Кстати, я использовала пояс, который Виталий подарил нам. Спортивный на Новый год. Смотрите. Все мокрое. В общем, все. Начинается жиротопчик, короче говоря. Доброе утро. У нас уже новый день. Кстати, сегодня 10 марта. Смотрите, сколько снега намело. Такая погода, что выходить вообще не хочется. Но нужно я иду. Мне нужно в клинику опять на осмотр меня. Видите, еще ветер. Это крупа такая мелкая. Я думаю, вам в камеру летит. Короче, надо идти. Потом я хочу сходить в магазин. И купить Виталий захотел под шубой. Говорит, такой Новый год. Такая новогодняя погода. Такое новогоднее настроение. Давай, говорит, делаем под шубой. Ну, и вот приходится в такую погоду идти. Сейчас, наверное, камера вся в снегу. В общем, вот она я. Посмотрим, что сейчас скажет доктор. Расскажу вам потом. Ну, и немножко поболтаем. Когда я уже буду под шубой оделать? Вот что я не ожидала, так вот такой погоды. Честно вам скажу, это подстава-подстава просто. Друзья, я уже пришла домой. В общем, представьте, я ничего не снимала. Давай быстрее готовить. Прибежала. Давай быстрее. Думаю, надо приготовить под шубой. Видите, как я тепло одета. Я почему-то замерзла. Не знаю почему. Приготовила под шубой. Пофотографировала. Я сейчас, знаете, что делаю? Выкладываю... Нравится мне что-то готовить. Делать фотографии и выкладывать рецепт в Яндекс.Зен. Ну, у меня там всего сейчас будет только третий рецепт. Но все равно. Еще хочу сделать свою фирменную запеканку. Может быть, завтра сделаю тоже. Выставлю ее как рецепт с фотографиями на Яндекс.Зене. Какое-то, знаете, еще одно хобби. Фотографировать еду. Ну, и, в общем, сейчас я вам расскажу, что я сегодня была. Значит, что я сегодня была в клинике. Что мне сказали. Как бы процесс заживления идет. Все хорошо. Единственное, да, мне Наташа тоже писала, что нужно разгонять лимфу. Нужно, чтобы отеков было меньше. Потому что пока отеки, как бы никакие уходовые процедуры, естественно, за уходовые процедуры не сделаешь. Потому что отеки и кожа как бы страдает, заживает и все такое. В общем, доктор хороший. Все мне объяснила. Ну, вообще, вот мне нравится. Знаете, пойдешь на осмотр и тебе еще что-нибудь расскажут, посоветуют. В общем-то, как бы я очень довольна, что я обратилась именно в эту клинику. Потому что, на самом деле, вот еще пойду 20 или 22 пойду. Это уже будет месяц, момент, как я сделала операцию, блефаропластику. И еще вот они будут смотреть месяц. И потому что у меня вот здесь вот, видите, такой после операции на шовчике у меня, ну, может быть, вам не видно. Здесь как жировичок. Он, по идее, должен рассосаться. Но если он не рассосется, то его нужно будет удалить. Вот. Такое возможно. Как бы все зависит от кожи. И поэтому, в общем, поэтому я не знаю. Ну, у меня пока вот, я за ним наблюдаю, он не рассасывается. Что мне выписала она? Так как у меня все равно есть отеки, на каком боку я сплю. Я все равно сейчас уже не сплю на подушке вверх. Я кручусь. И привыкла спать как угодно, только неправильно, в общем. Ну, и мне выписали. Она выписала мне месяц. Нужно пропить вот такой препарат. Лимфомиозод. Он гомеопатический. Его нужно по 25 капель 2 раза в день. Целый месяц его нужно пить. Я сегодня зашла в аптеку. 951 рубль он стоит. Ну, в общем, я купила. Развезд в Германии. Я купила, потому что, да, вот. Проблема с отеками, она мне говорит, ну, в большей степени после операции у всех эта проблема есть, естественно. У кого-то в большей степени, у кого-то меньше. Вообще, сам процесс заживления после операции, это вот после 2 месяцев, да, уже. Но многие, очень многие ходят, знаете, на специальную аппаратную косметологию, где разгоняют они вот эти вот, как бы, я не знаю, как уходовую какую-то делать процедуру. И отеки не задерживаются. Но у меня, к сожалению, не получается ходить. По той простой причине, что ты еще работаешь, и это нужно время согласовывать как-то. И я решила, что будет само заживать. Я ходить в клинику не буду. Ну, те, кто ходит, конечно, у них быстрее все заживает, быстрее уходят отеки, и, в общем-то, они рубцы чем-то так обрабатывают там специальным, и вот эта часть, то есть, быстрее заживает. Ну, у меня как есть, так есть. В общем, что еще сказала? Сказала еще обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Мазать вот эту часть, где у меня рубец заживает, потому что, если, говорит, когда солнце, и ты мазать не будешь, тогда будет коричневая, вот эта вот, знаете, коричневая полосочка. То есть, хочешь, чтобы он вообще не было видно, а что ты делала блефаропластику, значит, нужно беречь от солнца, и вот эту часть пока не заживет, как бы, мазать солнцезащитным кремом. Ну, нас-то как и такового солнца нет, и я еще не мазала. Я вам честно скажу, я пользуюсь солнцезащитным кремом, да, но здесь я боялась веки мазать, сейчас буду. Так, что еще сказала? Я еще спросила по поводу низа, потому что меня еще интересовал низ. Я вам говорила, что верх я хотела блефаропластику, а низ я вот сомневалась, что мне сделать. То есть, у меня были нити почти 2 года назад, и сейчас я почитала много хороших отзывов о препарате, о аппаратной косметологии, лазер СО2. То есть, он хорошо шлифует кожу, и мне сам тоже хирург говорил, что можно низ шлифануть лазером. Ну, и каково же было мое удивление, когда мне сказали, что лазер только осенью. То есть, когда где-то месяца через 2 у вас все заживет, придут отеки месяца там 2,5 после операции, а это уже будет лето, а летом уже, когда тепло, нельзя лазер СО2 делать. И, в общем, теперь только осенью, осенью. И вообще, все, что касается, пока не заживет вот мои глаза, пока не уйдут отеки, пока не начнется уже, как бы не будет отечности, ничего нельзя делать, что притягивает воду. То есть, не диалуронку колоть, да, не биоритализацию делать, вообще ничего, ничего. В общем, пошла, ведь у меня здесь прям та щетка все написали, расписали, что нельзя делать, что вам рекомендуют. Ну, практически ничего нельзя, пока не заживет. Там, в общем, никаких особых биоритализаций или чего-то еще нет. Но я, наверное, да, и не буду делать ничего, естественно, пока все не заживет. Прислушаюсь к советам. Ну, потому что мне хотелось, мне хотелось, знаете, у меня после того, как прошла операция, они же очень хорошо чем-то там обеззараживали кожу, и у меня началась сухость, сумасшедшая сухость кожи, ничего не помогает. И я думаю, ну, сделаю биоритализацию, хорошо увлажнит кожу, мне хватит. Нет, она сказала, нет никаких биоритализаций, пока, в общем, пока глазки ваши не заживут. Ну и все, вот такая вот история. Пойду еще 22-го, потом вам расскажу. У нас идет снег, у нас прям зима-зима, и вот сейчас уже, не знаю, сколько, наверное, уже полпятого вечера, и снег так и потихонечку срывается, и не тает. Я, кстати, сегодня будет третий день, как я занимаюсь спортом. 40-30 минут, выбираю тренировки где-то 30-40 минут. Нравится мне, хорошо. Я довольна, такая вот, знаете, такой челлендж сама собой. То есть хочу месяц заниматься. 30 минут можно выделить, я так для себя решила, всегда. Независимо, плотный график, неплотный рабочий график, лень, не лень, нужно заниматься. Ну, во-первых, ты себя лучше чувствуешь, во-вторых, у тебя все равно, знаете, такое, даже если ты вот устала, и ничего тебе не хочется, ты позанимался, и у тебя какой-то заряд энергии прибавляется. Ну и, конечно же, фигура, да, все равно улучшается, и это очень круто. Поэтому, нет, я все-таки решила, что буду заниматься. Каждый день пойдет привычку, а потом уже посмотрю, настроюсь, может быть, 3 раза в неделю. Потому что, говорят же, чтобы вошло в привычку, надо хотя бы 3 недели, 21 день. Все, в общем, сказано, сделано, буду бороться сама с собой. Хочу, как всегда, похудеть, это естественное желание каждой женщины. Хочу похудеть, хочу привести себя в форму, и хочу, чтобы опять, знаете, появилась вот эта вот легкость в теле и грация какая-то. Я, кстати, знаете, что взяла? Сейчас вам покажу. Наконец-то я взяла заменитель сахара, вот такой природный. В общем, здесь ретрит и экстракт стелли. Потому что буду запеканочку делать, чтобы сахар не добавлять, буду вот на заменителе. Чтобы откажусь от сахара, не хочу даже сейчас, не хочу даже сейчас его употреблять. Потому что тоже такая гадость еще там. Ну вот, в общем, вот все вам рассказала, что я сегодня делала, где я сегодня была. Так что, ребята, в общем, действительно, операция простая на глазке, но, видите, требует все равно процесс заживления. Не такой быстрый, как хотелось бы. Но лично я думала, что, знаете, у меня там 2 недели уже ничего нет. Нет, на самом деле, оказывается, это 2 месяцев. И, в общем, особо никакие процедуры делать для кожи нельзя. Ну, как бы как раз я считаю, что я вовремя ее сделала, потому что у меня в мае день рождения. В мае мне 45 лет. 45 лет, и я буду менять паспорт, буду фотографироваться на паспорт. Как раз у меня глаза заживут, и я думаю, что я еще все-таки сделаю биритализацию, чтобы моя кожа была такая сияющая и наполненная, а не как сейчас. Потому что сейчас я чувствую, что у меня прям, знаете, как это, очень сухая она. Так что вот, вот такие, в общем, дела. Ну, и, наконец-то, я, наверное, начну краситься уже к этому времени, потому что наращивать ресницы нельзя. Ну, косметикой пользоваться можно, но очень легонечко, чтобы ничего не тереть, там, знаете, никак не травмировать глаза. Ну, я решила, что я вообще не буду, потому что пусть заживет. Вот, пусть заживет, и потом уже буду. И потом уже буду пользоваться. Сейчас особо из-за того, что кожа сухая, шелушится, даже тональную основу не нанесешь хорошо, потому что видно, знаете, вот, видно, что у тебя как тональный крем тоже мне не нравится, когда сильно много. И еще я скраб для кожи купила, вроде бы, все, знаете, вот твои, вроде бы, так проскрабируешь, все хорошо, но из-за того, что влаги не хватает, все равно она какая-то такая. Какая-то такая. Ну, в общем, вот такие дела. Все вам рассказала, друзья. Это моя бумажечка, что мне можно, что нельзя. В общем, вот эту штуку буду пить, как доктор прописал. И еще погуглила в ютубе упражнение для разгона лимфы. Буду еще делать упражнение, ну, чтобы вообще все уже нормально было. А, вот так вот. Ой, прям очень сильно захотелось на улицу выйти. Здесь, кстати, смотрите, какой крупный снежок пошел. Все, целый день метет, на улице минус один, уже ничего не тает, ночью будет минус три. Вот так вам 10 марта. Такое. В прошлом году, в прошлом году, 8 марта было очень тепло уже. Ну, а я, наверное, на этой такой почти новогодней ноте буду заканчивать сегодняшний влог. Новостей уже сегодня не будет, скорее всего, никаких. Мы сейчас хотим посмотреть. С Виталией и Ножечку хотим фильм посмотреть. Сейчас вам покажу. В общем, два фильма я выбрала. Оба мы уже видели, эти фильмы, но сюжет забыли. Помним, что очень интересно, но не помним, как там события развивались, поэтому решили пересмотреть. И все. А, и я сначала позанимаюсь. То есть, перед тем, как смотреть фильм, я сначала позанимаюсь 40 минут, тоже выбрала тренировочку. И потом... И потом будем смотреть Киношку. Так что, вот, друзья, прям захотелось выйти на улицу, но холодно. Думала, знаете, немножко потеплее, потому что днем было реально потеплее. Ладно, дорогие друзья, спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрите, поддерживаете. Большое-большое, друзья, спасибо, что вы у нас есть. И увидимся в следующем влоге. Давайте. Пока-пока. Продолжение следует...